всем привет с вами арменинки и я сегодня покажу вам повтор боя товарищеского матча 3 на 3 в котором я играл с ребятами из м моей команде пил читак он играл за бой а за селеки играл варяг другой команде за узет она играл курху за бактю играл redor из-за играл феодорик ну тут отрядов слишком много и я наверное не представлю вам все отряды это займет много времени тут скорее всего мои союзники решили вдвоем напасть на лузитанов и по быстрому уничтожить тут я вижу мидис мидийская кавалерия нападет вот так не вижу но помню вот этот момент да я вообще пропустил как тут они что сделали на левом краю до мидийская кавалерия нападает на ветеранов щитоносцев и задерживает их там но и скитары и лузитанский игрок курху лузитанами контр чарджет тут мы видим бактейская знать чарджет по мечником и чарджет когда мечники пытались атаковать лузитанскую пехоту ну я ожидал больше потерь у пехоты бой 1 тут что происходит тут ты не торопится бактрия двигаться вперед пикинерами и прачниками стреляет по пикинерам я тут поставил своих дешевок под обстрел под обстрел прачников но если он даже заметили их отключить отключить эту автоматическую стрельбу и там должен уже вручную целиться на пикинеров тут слон записался и на него бросают копья эти гельские застельщики еще сирийские лучники так много стрел и тротиков сейчас летает на вот этих слонов их не так уж просто убить но такой количестве они в конце концов сдохнут все все слоны уже можно считать что слонов нету а вот тут уже идут сирийские слоны на лузитановскую знать естественно тут слоны там порвут всех на куски поймали тяжелых садников бой лузитаны ну да ну ты по нам не сладко сейчас тут пил а я тут колесницами напал и а сейчас посмотрим что я тут тварью колесницами уже подъел 2 кашек уже 3 до очень трудно убить когда у врага так много застельщиков они бросают пару дротиков на колесниц они становятся ослабевают и потом легко умирают особенно в этом патче они ослабили немножко колесниц ой не племен поймали моих мечников тораксах тораксы конечно же проиграют мечником тут присягнувшие против ветеранов в общем лузитанов больше нету силе помощь усилив китам лои без права им распрос справился с лузитанами сейчас они уже вот так пойдут на на бактерию а мне только надо тут тянуть время я естественно не могу сделать ничего против от этих войнов племен у меня просто нету достаточно с достаточно хороших война для этого вот тут идет бой кавалерия сосредоточил огонь на садников потом чтобы потом уже некому было поймать моих лучников и тут что происходит или в киц кайконица то есть медийская конец а поймала этих прачников строгнули садники пилы мечники тараксов трус или против война племен пехота бою зашла в пил и киняра и может вот так атаковать тут эти топорники бросают тротики кстати они этом патче очень хорошие у них такой же боеприпас что вот этих копейщиков щитоносцев очень много дротиков а а вот война племен не не просто убить тротиками у них же броня 95 как у крут крутых капли то ладно вот тут мы поймали война племен и можем лучниками вот так пострелять и еще метут тротики на них тут что происходит слоны 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 тут застряли на пикинера а тут идет чардж очень хороший чардж стиль и естественно войне племен строгнули никто не может устоять против чарджа катафрактов и еще чарджа трэмплом тут я продолжаю отступать чтоб подмога пришла знатные всадники очень хорошо тут тебя показывают убивают всех стильков слоны на пике на пике прошли это плохо наверно вояк тут занят садниками не дни до контролю слона ну такой ситуации мы можем тебе позволить такие вещи потому что вы же явно на нашей стороне преимущество на нашей стороне катафракте нападают с этой стороны амитики вот с этой думаю хама вот этим времен да у противников по ходу вообще ковали не осталось сирийские лучники стреляют на пехоту пилы в общем тут все уже понятно с обоих сторон бой нападает на этих пикинерах лучниками мечниками что там под рукой было он напал всеми этими тут слона замочили пикинеры и вот эти капли ты ну не стоит остаться в ближнем бою слонами против капли то особенно вот таких крутых может ты слоны как нибудь выигрывают нам по цвет пару слонов думаю потом ослабеют нету флага на этих слонов значит они побежали по домам генерал бои уже колебается моргает вот у этих важней дальность стрельбе увеличили сейчас они у них дали стрельбе 150 так что они неплохие вообще египет значительно значительно усиливается в этом патче думаю из-за нормальной кавалерии египетской кавалерии за этих лучников и конечно из-за слонов слоны сейчас могут решать не так как в прошлом патче все мне нравилось прошлом патче кроме слабых слонов а сейчас и это исправили благодаря игрока рептиликус из кланов он все это предложила креатив асэмблей он там официальном сайте открыл тему для баланса мультиплеера и там многих у многих он совета с многими он посоветовался и создал такой большой такой большую тему в официальном сайте и работники ветер асэмблей не игнорировали все это и сцены почти все так как он попросил так что спасибо рептиликусу давайте-ка взглянем на число убитых у меня генерал неплохо тебе показал если учитывать что они стоят всего 400 рублей вот эти парни не очень садники тоже не очень вот это не не очень-то плохо нормально колесницы я не доволен колесницами потому что они в основном убили каких-то там застрельщиков и всякое лучники себя довольно хорошо показывают показали они дешевые для своей цены это довольно хорошо мечники в тораксах мечники в тораксах вообще вообще не если сравнивать с другими мечниками одинаковые цены они наверно самые плохие среди них но убили довольно много вот эти два ну естественно многие игроки жалуются почему мечники в тораксах слабые ну потому что если мечники в тораксах были такие такими крутыми как например вот эти воины племен ну или эти эллинических фракций вообще невозможно остановить у них есть все сайтники колесницы и слоны на этом нормальная кавалерия пикинеры капли ты хорошие стрелки если если бы у них были хорошие мечники вообще не было интересно не все было так что я доволен что вот эти мечники в тораксах не очень-то сильные и копейщики щитоносцы 2 показали себя очень хорошо другие два ну так себе у варяга генерал красавчик 189 это низ не очень много но если учитывать что он основном убил воинов племен присягнувших и всякое такое то это очень очень хороший результат 189 а слоны могли бы убить намного больше это не очень много но там я заметил что не замочили пару отрядов лузитанская знаете так что не очень не так уж плохо медицкая кавалерия 2 2 из них убили довольно много это думаю из-за лучников плачников лучники себе показали довольно хорошо не убили так много особенно эти два но слона замочили зато очень быстро и эффективно не справились со слоном бак 3 пикинеры 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 1 убил 1 неплохо в общем пикинеры ничего не сделали просто держали строй и это тоже работа так что нормально вот тут генерал голубой красавчик 273 ну там я заметил что наверно половину этих убытых они замочили вот таких парней метателей тротиков и прашников ну в любом случае думаю они оправдали свою цену свою цену и даже вдвое думаю вот эти парни красавчики они для своей цене они очень много убили эти нормально метателей дротиков у нормальный убили и еще они у них тоже было там и не маленький вклад в убийстве слона вот эти пальни себе довольно хорошо показали его особенно вот этот вообще красавчик счастье но для своей цены это очень хорошо мечники двое из них ну давай ну плохо да плохо это плохо для для мечников бои а вот эти четыре вообще красавцы да они основном убили пехоту лузитанов присягнувшие нормально это не очень много для присягнувших это для нормально у лузитанов тут знать нормально по работу генералски знать а вот это мог и убить побольше потому что типа довольно дорого стоит но на этого пошел слон поэтому так получилось а ближнем бою они даже присягнувших угод у них просто атака и защита побольше чем у любого другого мечников и где да но броня хреновая садники скитаре это мало для скитаре ванина на больше способны вот это вообще никак не себя не появил метателей дротика вот этот нормально поработал эти не очень эти очень дешевые если не ошибаюсь потому говори нормально ветераны щитоносцы им просто не позволили себе появить как они могут ну могли бы убил убить там по 30 человек побольше чем это но просто не позволили им почарить медийские всадники копейщик копейщик нормально что могу сказать про копейщика продолжаем бактерийская знатная гвардия ну-ну нормально они очень слов боях убивают 130 и больше слоны слоны вообще были роты и пустой тратой денег в этом бою 63 это очень мало ну они попали под обстрел трех застельских застрельщиков и трех сирийских лучников так что у них не было вообще шансов блин что за звуки гейм рейнджер забыл отключить в общем бактерийская знать они могли убить намного больше они же одни из лучших средних штурмовых всадников игре и они намного больше способны чем этом брачники двое там нормально один нет не очень на этот красавчик для своей цены пельтастый плохо поработали а вот пикинеры пикинеры молодцы 73 75 47 45 вот это вот этот вообще никак себе не показал я пикинеров это довольно много пикинерами не просто убивать так что хорошо рейдорг поработал пикинерами присягнувшие 103 89 нет для присягнувших думаю минимум это 120 до легкая кавалерия легкая кавалерия вообще ничего не показал никак застрельщики твое и как себе не показали один нормально но и не племен они как всегда крутые кроме этого и этого тоже основе вообще для своей цены довольно неплохо убили особенно вот этот этот и этот не еще уголов ракийские воины и вот этот нормально поработал а вот этот довольно хорошо они не очень-то дорогие а дешевые копейщики не надо брать них такого многого ожидать снова учить так они довольно неплохо убили ну на этом все ребята спасибо парням за хороший бой спасибо вам за просмотр поставьте лайк подписывайтесь и удачи